Да и, друзья, в этот не по-весеннему зимний, холодный июньский вечер, Господи, плюс 33, плюс 33, мы хотим немножко остудить вас, ввернуть вас, так сказать, действительно из жары и из вашего разомления летнего, вернуть вас в мамонтовские времена. Мы сейчас будем вас всех бить малым ледниковым периодом, в котором вы же сами, очень многие из вас, жили, действовали, существовали, и в который вы хотите вернуться. Мы сейчас все объясним. Собственно говоря, да, объясним. Для начала выпьем. Здравствуйте. Мы тут настоящие Усбеки, настоящие Усбеки, пьем зеленый чай. Настоящие Юсбеки. Да, собственно говоря, все очень просто. Я вот хожу все время и недоумеваю, значит, а мне дико. Хожу по, вроде бы, стране победившего капитализма, конечно, с натяжкой, но все-таки. И меня подкаруливает буквально на каждом углу надпись. То написано СССР, то написано, предположим, Ленин, то написано еще что-нибудь такое. Студиоэтки, матрешки, майки. Да, да, но это черт с татуэтками даже. Ничего себе черт с ним. Недавно же у нас хотели украсить портретами Сталина города, на одной из статусовских мероприятий. Была большая буча. Некоторые города таки украсили бюстами и статуями. Я уже молчу о том, что памятники Ленина все еще стоят по стране. Но это даже ладно. Это просто, опять же, можно сказать о бесхозяйстве или еще что-то. Но я недоумеваю. Как, предположим, сейчас приехал в Германию, я бы увидел кафе Гитлер или Третий Рейх. Или клуб Гитлер. То есть я не понимаю, как я, предположим, приехав в Италию, я нашел бы там посвященные дучи какие-то символы. Или Франко. Ну, Франко есть немножко в Испании. Там скорее больше музей. Каких-то таких вот ярких ресторанов таких нет. Или приехав, предположим, там памятник Батиста, увидев там в определенных местах Латинской Америки. То есть, соответственно, мне вот это все странно. Вот эта вот тяга какая-то людей, которые вроде бы недавно там были, еще должны что-то помнить. Но самое странное, людей, которые родились уже после 90-х годов и в принципе не имеют представления о, скажем так, ССР, о каких-то молитвах. Им родители рассказали. О каких-то плюсах, может быть. Бабушки, дедушки. Вот поэтому, собрав сегодня нашу странную Троицу, вот, очень странную, я решил поговорить на тему... Святую. Да, не святую Троицу, не святую Троицу, да, великую не святую Троицу. Я решил поговорить на тему мечты о прошлом. Меня разрывает гнев. Мне трудно начинать. Собственно, и, так сказать, заканчивать тоже мне трудно. Я буду крадать. Мы рабы. Рабы не мы. Мы холопы, рабы и варвары. И когда я прочел у Чернышевского «Русские нации рабов», я здесь слово «русский» использую не в качестве обозначения национальности, а в качестве обозначения культурно-социальной принадлежности. Ну, я даже скажу шире. Культурно-социальной принадлежности. То есть принадлежность к русской культуре. Вот так я скажу. Чернышевский написал «Русские нации рабов». И добавить тут к этому совершенно нечего. Мы не только, как немцы, не провели деноцификацию. Нас тянет обратно. Мы мечтаем о бусатом пахане. Нам снова хочется всысы-сыры. Нам опять хочется туда, где мы ни за что не отвечаем. Где нам всегда обеспечен твердый кусок хлеба с маслом. Где путевки, где маевки, где спартакиады. Короче говоря, где с нас снята всякая общественность. Можно я это чуть-чуть добавлю, потом ты продолжишь. О, всякая ответственность. Чуть-чуть добавлю, ты продолжишь. Мы хотим, вот к чему ты сказал. Общественность как раз навалена. Общественность как раз навалена. Мы хотим отдыхать в засранных курортах советского, как говорится, Сочи. Обще вместе. Да. Мы хотим, чтобы дети отдыхали в каких-то полудрохных страшных пелевских лагерях. Вместо того, чтобы ездить на Черноморское побережье, в Болгарию или еще куда-то. Нет, в Болгарию можем, но чтобы был лагерь. Ну, да. Артек живыл на Черном море. На Черном море, но не в Болгарии. Но не в Болгарии. То есть, мы хотим, собственно говоря, жрать в столовках, поэтому понатыкали везде. Вот Жигули. Жигули буквально в двух шагах от нас, которым сохранил весь колорит. И даже тебя точно так же по-хамски обслужат из принципа. Колорит. То есть, там, собственно говоря, повсюду, повсюду. Я говорю, что я просто умиляюсь. Мы хотим именно туда, да? Да. Мы хотим не ездить за границу. Мы хотим не читать книги. Это разные вещи. Нет, вот тут ты немножечко сильно не прав. Погоди, мы же говорим то, что мы хотим сосредо. У нас ведь шизофрения. Наши правители хотят жить по-западному, а деньги грести по-советски. Ну, я не про правителей. Нет, подожди. Как это ты не про правителей? Я говорю про тебя, кто хочет в эти господи. Нет, Андрюша, это очень важный момент. Правители не с неба упали. Власть есть квинтэссенция чаяний народа. Власть это линза, в которой, как в капле воды, отражается все то, чего хочет народ, о чем он думает, к чему он стремится. То есть, получается... Власть это увеличительное степло. Власть нам нужно будет, чтобы привезти джинсы и видеомагнитофон. Вот. Знаешь, какая-то история. Это не СССР. Это не СССР. Это скорее, может, тот СССР, который хотел сделать горбачок. Это шизофрения, Андрей. Это шизофрения, Андрей. В СССР люди тоже хотели жить по-западному. Мы гонялись за джинами, за майками, ходили с полиэтиленовыми пакетами, с надписью «Дип Пупл». Это небольшая кучка отморозков. Ничего подобного. Ты толпучку в Средновске помнишь? Ну, я помню много. В Москве помню. Шувакиш под Екатеринбургом, громадная толпучка. Это ты, небольшая кучка отморозков. Это ты, понимаешь? Вот ты, который книжки читал, да? Вот это ты отморозок. А они – это масса, народ, толпа. Вот это они и ставили над собой ту самую власть, которая хотела и хочет жить по-западному, а бабло грести по-советски. Есть замечательная одна вещь. Раб не хочет быть свободным. Раб хочет быть господином. Понимаешь, да? Вот мы остались на этой собачьей, вонючей, смысловой упряжке. У нас на шее сидит отвратительная ментальная жизнь. И мы хотим туда-назад, в конуру. Но чтобы конура была обита сайдингом. Хорошо? Да. Теперь, после столь яростного воспоминания Юрия Борисовича. Да. Да, вообще зверского. Хочется задать вопрос. А почему? Вот. Мы так этого хотим. Объясняли. До сих пор. Объясняли. Извините, с 85-го года? Нет, раньше. Раньше, Саша. Нет, нет. Он говорит о перевороте. О перевороте, да? О начале новой жизни. Я напомню... Да, я напомню Карамзина. С 101-го. Карамзина. Господа славяне идут к дворякам. И какую фразу они говорят? Я напомню. Я ее помню. Матом подергаются. Я не помню. Земля наша велика и обильна, но наряда в ней нет. Приидите и володейте нами. Вот. Вот. С самого начала существует такое поэтие. Национальный характер народа. Ну, это да. Он есть. Почитайте, я всем говорю, Вердяева, почитайте «Философия неравенства». Это квинтэссенция того, о чем мы сегодня будем говорить. Национальный характер народа, нашего, ненавидит персональную ответственность. Ненавидит тщательный, прилежный, долгий труд. Ненавидит терпение, учение и старание. В нашем национальном характере буйная фантазия, желание всего немедленно здесь и сейчас. Это да. Дикая неуемная зависть и максимальное бегство от всяческой ответственности. Максимальное. Дайте, подайте, принесите. По щучьему велению, по моему хотению, вступай, сама печь в лес, дрова рубите. Это что, простите, сказки не рождаются на ровном месте? Да. И абсолютно разлитый над всей одной шестой мира метафизика. Да. Метафизика – это основа нашего мира. И Вердяев прямо пишет, русский народ невменяем в силу метафизической психопатии. Практически это диагноз. Безусловно. Возьмите Даниила Андреева. В характере русского народа превалирует женское начало. В нем нет мужского стержня. В нем нет воли и определения. Возьмите Чаадаева. Мы как бы выпадаем из всего мира, не входим в него, но существуем только для того, чтобы преподать миру некий важный урок. Возьмите Тургенева. У русского человека мозги на бекрине. Возьмите Пушкина и привел мне черт с талантом душою родиться в России. Это все не просто так. Это все не просто так. Понимаете? Конечно. Такие вещи просто так не говорят. Конечно. Конечно. Поэтому еще раз говорю. Национальный характер. Тяжелейший национальный характер. Не имеющий равных среди человечества. Меня угнетает. Это все понятно, да? То есть меня все равно, в любом случае, вот эта вещь угнетает. То есть по всем каналам телека мы сейчас показываем всевозможные фильмы, в том числе и по Солженицыну, в котором мы говорим, как хреново. Был ГУЛАГ, было то, было сё. Причем на этом зарабатываются сумасшедшие новые деньги уже сейчас. Наверное, Солженицын был в гробу перевернулся, зная, сколько на нем заработали. И, соответственно, одновременно появляются эти закусочные, появляются идеологии, появляются какие-то культы новые. Андрюша, смотри, были русские народные сказки, да? Сейчас пришел пиар. Все, о чем ты сказал, не имеет ни малейшего отношения к осознанию массами людей происходящих. Это болтовня, пиар. Вот я хотел к этому подвести, что мне кажется, что те, что просто очень быстро забыли, то, что называется, и это превратилось просто в некий уже не существующий символ, как война 1812 года. Андрюша, а что было забывать? Кто-то что-то понял? Погоди, с другой стороны, все... Что было забывать? Что было забывать? Отличный вопрос. Да, всего лишь намного. Что мы забыли? Слушай, кучка диссидентов. Страшно далеки они от народа. Это просто нереально даже маленькая кучка. Погоди, два слова. Буквально переведу на личности то, что называется. Вот скажу просто про себя. Вот, я состою из двух частей, как говорится, из материнской и отцовской линии. По материнской линии я являюсь, как я вот тут ляпнул в передаче, потомком одного из казаков, который воевал с собственным же роднением. То есть он был на белой части, воевал с своей красной частью. Он был расстрелян, как и положено. То есть дважды георгиевский кавалер. По отцовской линии я подружу к купеческой линии, которые были в всей семье, половина расстреляна, половина сослана в Татарию, в Чистополь, грубо говоря. И более того, потом часть из них была снова расстреляна и так далее. Так все мы такие, Андрей. Ты мне задал вопрос, что забывай. Так нет, так смотри. Мой дядя, родной брат моей мамы, знаменитый разведчик, чекист Александр Аскольдов, который принимал участие в создании ГУЛАГа. Он, конечно, был герой в том смысле, что он был разведчик, что-то делал, но он принимал участие в создании ГУЛАГа. Мы все мазаны одним миром. У нас у всех шизофрения в башке. Ну, то есть лучшие из нас те, кто это понимает. Да. Понимает. Не кричит Россия вперед, поверьте. А понимает. Вот и все, что мы можем, мы можем понять. Это такой первый уровень самоочищения. Конечно. Мы можем просто сказать, ребята, мы тяжело больны. И если мы будем оставаться такими же придурками, мы никогда ни к чему не придем. Я тебе больше скажу. Если все будет как сейчас, Россия повторит судьбу Советского Союза. Более того, я просто не думаю, что правительству это нужно. Это было нужно народу. Погоди боги. Я не думаю, что правительству это нужно, потому что нужно было народу. У нас вряд ли возможно что-то подобное то, что недавно произошло в Бенгрии. Ты в курсе, да? О новом указе, который произошло, где приравняли коммунистический режим. Это невозможно здесь. К фашистскому режиму на законодательном уровне. Это невозможно здесь, потому что мы никогда ни в чем не виноваты. Всегда все плохое, что здесь происходит, это внезапное нападение врагов. А мы всегда хотели только добра всем. Мы никогда ни в чем не виноваты. Мы и в своих грехах не виноваты. Нам всегда мешают жидомасоны, фашисты, пиндосы. Кто там еще? Англососы, землетрясения, кометы. К этой теме как раз сегодня я смотрел один из, единственный русский фильм, который представлен на 32-м московском кинофестивале. И там как раз была темка, что колхоз, глубокий колхоз, там он единственным славен, это неким табуном лошадей. И он совершенно, извиняюсь за вложение, жопе находится. И председатель колхоза, чтобы выставить колхоз за эту жопу, чтобы их там не закрыли, грубо говоря, за долги, пытается продать вот этот табун лошадей, собирается куча людей. И начинает этому председателю, говорит, спокачивать мозг, ты гадкий, подлец, туда-сюда. Он говорит, так нет, где взять денег, вы завтра придете за зарплату. Они говорят, а как, а мы же работаем, как понимаете. Той страны уже нет. То, что вы сейчас работаете, это никому не продается, никому это не нужно. И он оказался, собственно говоря, самым гадким человеком. Суть именно в том заключается, что люди, которые живут, они все еще живут мысленно в той стране. Я тебе, вот, Андрей, вот смотри, вот мы часто употребляем слово «народ». Да. Это совершенно неправомочное употребление. Что такое народ? Народ это... О, кстати. Анекдот вспомнил. Запишите, вот сейчас расскажу. Саша. Все взяли ручки, все взяли ручки. Народ отличается от толпы тем, что толпа не знает, кого бить. А народ точно знает, кого бить. Я что хотел сказать? Я бы запретил термин вообще. Хорошо. Народ это огромная масса людей, объединенная неким общим стремлением. Вот когда вот вставай, война... То есть народ выставляет в круг определенный момент в истории. Да, да, да. И до, не после его реальности не существует. Нет, нет. Не существует. Вот этот тезис. Не существует, понимаешь? Вот. У нас, у нас, даже в самые ответственные... Ведь даже взять Великую Отечественную войну, о которой я сейчас там говорю, она же вся проникнута ложью. Даже в самые ответственнейшие моменты истории эта шизофрения продолжала иметь место быть. И мы все прекрасно помним, как во время Ленинградской блокады Терри Жданов жрал икру, пил французские вина, и ему присылали эту икру и эти вины из Москвы самолеты. Вы же понимаете? И я больше того скажу. Любой, оказавшийся на его месте, вел бы себя точно так же. Иначе бы он никогда не оказал. Конечно. Иначе Жданова бы не было, если бы он не был вот той капелькой воды, увеличительным стеклом, в котором отразилось все, что есть внутри у нас. Так они все и были недавно такими же самыми. Так вот я... Так они и остались. Они все откуда взялись-то? Конечно. Я сегодня по Кутузскому проспекту, слушай, это просто кошмар. Я утром ехал в область по Кутузскому проспекту, стоит огромная масса машин, и эти козлы с мигалками едут, понимаешь, этот генералитет. Где это возможно? Премьер-министр Дании на работу ездит на велосипеде. И мы остались, и даже наш протест, когда начинаем протестовать против этого, мы придумываем синие ведерки на своих головах. Я тебе скажу смешную вещь. Как ты знаешь, я... Ну что же это? Шутовство! Не бузить. Хорошо. Как ты знаешь, я сегодня недавно приехал до Екатеринбурга, я тебе скажу так, там так нет. Там, когда едут генералитет, не перекрывают за два часа дорогу. Значит так, когда Путин приедет в Екатеринбург, перекроют даже и сеть. Возможно. И ты это увидишь. Возможно. Не надо, Андрей. Возможно. Он приедет на пару дней. На этой карте нет белых пятен. Вся страна... Знаешь, это гулаг, связанный одной колючей проволокой, по которой пущен ток высокого напряжения, невежества, зависти, злобы, ненависти и лени. Вайт Брест Галстюно чуть-чуть больше позитива. Нету его. Это вот так часто как смею. У меня его нету. А это позитивно? Потому что когда я вижу человека, который идет с майкой, где написано СССР, понимаешь, у меня он или идиот, или он мерзавец. И третьего не дано. Да. Вот и все. А как тебе нравится идея с возрождением пионерской организации? Так это одно и то же все. Ну, то есть это, к сожалению, не... Это все одно и то же, понимаешь? Это одно и то же. Я еще раз говорю. Человек, который там поднял красный флаг, кричит там за Сталина, у него только два варианта. Он или идиот, или мерзавец. И третьего не дано. Злобный хейфик сегодня очень злобный. Да я ненавижу это просто. И этому нет конца. Это без исходняк. Это яма гнойная. Тихо, тихо. Нет, Андрюш, об этом ведь нельзя говорить спокойно. Просто невозможно об этом говорить спокойно. Даже если ты уравновешенный, спокойный человек. Он интеллектный человек. Потому что за всем вот этим, что только что сказал Юра, смерти конкретных, реальных людей, у которых были фамилии, имена, отчество и какая-то история. И в этом все дело. Как только мы начинаем устраивать мясорубку, где летят миллионы, уже не видно конкретного человека. Его как бы уже и нет. Меня вот даже в данном случае, понимаешь, я к чему все это дело начал. Вот смотри. Жили, говорится, мы все при советской власти. У нас в кино были положительными красные и отрицательными белые. Пока жуткими засранцами и так далее. Чуть-чуть поменялся вектор. Буквально за пару дней. Да все полюбили белых непонятно с чего. Вот. И стали не любить красных. Вот. Погоди, погоди секундочку. Да я ничего и не знаю. Погоди. Вот. И при всем при том, как говорится, люди, которые вроде бы, как я уже сказал, смотрят фильмы там и даже сопереживают там товарищам, которые сидят в гулаговских лагерях там по книге Солженицына. Вот там. Или там еще какие-то такие вещи. Сопереживают белым там как-то вот там плачут там какие-то их судьбами. Тут же идут в кафе там Жигули там со всеми атрибутиками и так далее. Вот. Нет. Вот этот контраст. Нет. Одних и тех же людей. Нет. Не одних и тех же людей. Расскажи. Я уверен, что люди, которые действительно, люди, которые сопереживают героям Солженицына, продуманно переживают, понимая, кто эти люди и почему они им, им нормальные люди, сопереживают. Никогда не сделают того, о чем ты говоришь. Это разные люди. Это совершенно разные люди. В какой-то момент фамилия Солженицына стала, простите, просто модной. Ее дала на слуху огромное количество людей. Его же не прочел никто. Да. А те, кто прочел, очень мало кто понял. Вот и все. Именно поэтому не произошла дебольшевизация. Дебольшевизация. Мы это не прожили. Потому что мы большевики. Мы остались ими. Так и откуда потом мы это были? Мы и были всегда ими. Да. Все поделить. Умри ты сегодня, а я завтра. Но самое печальное, знаете, в чем? Что в принципе нам всем, вот в данном случае, ну, можно употребить термин народ, никто не мешает стать другими. Никто. Никто не мешает. Никто никогда не мешал. Никто не мешает. Никто не мешает. Потому что стоит только вот большой массы захотеть, все будет по-другому. Ну, смотри. Мы не хотим. Но мы почему-то не хотим. Да понятно, почему. Потому что, вот как я уже сегодня говорил еще, до записи мы с тобой общались и сказал, что, ну, 56-й год, Венгрия, да, собственно говоря, конец 63-х годов, там, Дубчик, это самая Прага, да, то есть все это было, да, то есть там, ну, они тоже, может, не сыпкие герои, вот, ну, сколько людей вышло, вот, как Галич, да, вышло на площади. Это другая история. Это европейские народы, которые очень, их не успели сделать, советский народ. Из нас успели сделать. Видите, вот, в советском периоде. У них же все получилось, они же сделали, что хотели. Они выходили за свободу, а мы в 91-м году вышли за волю. Понимаешь разники, да? Я понимаю. Вот. Меня не радуют, вот, все, я помню, как все ликовали, хлопали, там, этот Белый дом, там, 91-й год, да, или что-то еще у нас было, там, расстрел парламента, да. Вот я зуб даю последний. Не за свободу дрались те, кто был против коммунистов, большевиков и националистов. Я не брал, не знаю. Не знаем мы, что это такое. Там очень, очень, очень разные люди были. Я думал, что они даже не думали об этом. Они дрались еще хуже. Ну и ладно. Не ради чего-то. Ну, мне очень важно, чтобы у них утренить. Я очень многих людей знаю, я бы так не говорил. Я помню прекрасно, 91-й год, стоит Ельцин, и показывают море толпы, да, вот Ельцина его еще, там, держит кто-то, когда прикрывают, и он говорит, да здравствует Россия, да. И все кричат, и камера выхватывает тех, кто кричит. Да. Я не знаю, специально это было имя, я увидел ужасные мурлы, и страшные хари, и люди эти, которых я видел в этот момент, никакой свободы не хотели. Эти нет. Они хотели, вот, а те, кто хотели свободы, были, но их всегда. 4%? Да. И вот эти 4% и пишут, русские нации рабов. И привез же мне черт родиться с талантом и душой в России. У русского человека мозги на векре. То есть эти 4% объявлены ныне и всегда являлись русофобами, а на самом деле именно они носители свободы и есть. Вот в чем ужас-то весь. Какой-то у нас сегодня совсем непозитивный разговор. Друзья мои. Хефец прямо весь брызжет слюной. У меня есть тост. Можно? Давай. Я брызжу слюной, я ненавижу вот просто. Нет. Не знаю. Нет, там есть, есть. Плохое чувство нет вести. Ничего не могу с собой сделать. Ненавижу я прежде всего раба в самом себе. Холопа, которого дополна. Я хочу сказать, ребят, если мы перестанем, каждый из нас перестанет лгать себе, в России исчезнет понятие правды. Вот я хочу выпить за то, чтобы в России исчезло понятие правды. Потому что если никто не будет лгать сам себе, мы станем людьми. Аминь. Простите меня за эти крики. Я был не сдержан. Обычно, я тут могу сказать, обычно, когда человек хоть не кричит, он обычно болеет. Я болею. Когда человек болит, он начинает кричать. Я болею. Мне больно. Он болеет Россией. Да. И поэтому эта собака, вот эта собака живет именно в этой стране. Болеет он, потому что любит он ее, хоть и ругается. Люблю. Но это участь российского поэта. Да. Люблю. Синоват участь. Всего доброго. Удачи. До свидания. И хороших вам позитивных эмоций. Да, да. Спасибо.